Визма Белшевица. Тимотинш. Тимофеевка. Перевод Людмилы Глубеи. Читает Евгений Бразов-Брышковский. Я плачу, а он говорит нет. Нет и нет. Ну почему, спрашиваю. Почему? Почему? Ведь сам ты только об этом и думаешь. А он свое. Нет? Ничего, кроме нет. Не как раньше. Раньше хоть объяснял, что не след, мол, наведываться на старое пепелище, где все теперь на новый лад. Пусть это новое и нужное, и в конечном счете на пользу, все равно больно, невыносимо. Нечего бередить раны, рушить воспоминания. Умом я понимаю, все понимаю. И боль. И отрезанный ломоть, которого не прирастишь. Он прав, он всегда прав. Рассудка можно лишиться от его правоты. И все же я прошу, умоляю. Нет. На отрез. Нет. Раз я не понимаю. Как он не понимает, что я-то понимаю. Да что толку понимать? Может, мужчинам достаточно понимать? Мне недостаточно. Сил моих нет. Когда приезжает Янис, они пьют водку с клюквенным соком. Это я знаю. Иду к холодильнику, как только с шоссе сворачивает Яниса Форд. Им хорошо. Для них клюква, что-то такое, с чем пьют водку. Чтобы на другой день не было. Как это у них называется, что бывает на другой день после выпивки? По-английски – hangover. А по-латышски-то как? Да что они знают про клюкву? Клюква – это когда на ногах постолы и толстые шерстяные носки. Их змеиный зуб не проймет. А змеи на болотах не дай бог сколько. Так и поблескивают, ползают по этим круглым, таким… Как же их… Позднее осеннее солнышко припекает ноги в едкой болотной воде. У воды этой тоже свое название, тоже забыла. А вечером, как разуешься, ноги белые, наморщенные, кожа промеж пальцев сопрела, а перед глазами не заснуть. Клюква, на белесом и зеленоватом мху, упругом, как подушкой из пористой резины. Ах, звёздчатый такой мох и весь в тоненьких нитях. А на нитях клюквены бурые, тёмно-красные, светло-красные. У иной одна щёчка ещё совсем бледная, та, что во мху лежала. А бурые прямо как наша старая коровушка. Да и муха. Да, верно, да и муха. Что-то ещё держится в памяти. И ещё была такая загадка про клюкву. Несу на подносе водку и клюквенный сок, а он спрашивает, что с тобой? Слёзы у меня на глазах. И я кричу в ответ, бурая коровка на шелковинке. И бегу на кухню доплакивать и слышу, как он говорит Янису. Извини, она последнее время такая нервная. Последнее время, Господи, да это последнее время самого первого дня. Да ему-то что? Лоб у меня холодный какой. Ах да, к миксеру прижалась, словно к матушке родной. Хватит, сколько можно? Небось, не переходный возраст. Перешёл он у меня уже. У них там бутылка быстро пустеет, да и соку скоро потребуется. Оседлать это что? А вот запрячь, говорит Антон Янису. Запрячь? Янису вставляется в потолок. Ну, надевают на лошадь недоуздок. А вот и нет. В недоустке только выводят. Узду. Ну ладно, узду. На шею хомут, на спину этот, ну как его, ещё на хребет лошади кладут и пристёгивают через грудь к оглоблям. Да это же... Нет, не то. Никак не припомню. Постой, Антон, давай подумаем. Быть того не может. Всю молодость лошадей запрягали, чтоб слова не знать. Чудеса. Глаза помнят, руки помнят, язык слова не помнят. Говорит Антон вроде бы с усмешкой, да я эту морщинку на переносице знаю. И потом оба молчат, смотрят в камни, шевелят губами, хмурят лоб. Перенести ещё водки? Спрашиваю. Антон кивает. Янис кивает. Иду на кухню. Как же это называется, что лошади на спину кладут? В комнате у камина голоса потихоньку спорят. Потом Яниса вдруг вскрикивает. Сидёлка! И давай оба хохотать, будто великая беда их миновала. И я дух перевожу. Знаю эти гадания. Не вспомнят, винеть друг друга станут, пока не повздорят. И Яниса в форт потом недели две не тормозит у нашего дома. К холодильнику ходить незачем. И Антон бродит мрачнее тучи. Так, сидёлка на спине, хомут на шее. Стоп! Хомут-то у нас не стянут. Там ещё такой ремень есть. Им концы хомута засупонивают. Засупонивают? Супонь. Право слово. Супонь. И оба опять. Хохочут, заливаются, как мальчишки. Да недолго. Антону вроде бы завидно, что Янис Супонь вспомнил. Он и говорит. Ну, а теперь надо это дело как глоблем приладить. Как называются петли, что по бокам у хомута? Лучше бы не спрашивал. Санта не помнит. Спохватывается, мрачнеет. Теперь они глядят в камины, шевелят губами долго и мучительно. Название вроде как у птички такой, жёлтенькой. Бегает, хвостиком подёргивает. Я тоже кляжу в камин. На конце одного полежка пламя мечется. Дёргается во хвостик. Трясогуска, говорю. Да погоди же ты, нетерпеливо отмахивается Антон. А я говорю трясогуска. Трясогуска. Птица такая. Ещё гузицей зовут. Понял? Они так недоверчиво уставляются на меня, а потом подхватывают. Да, гузица, да. Ну так как же это называется? Гузны? Не отдал пинка в гузну. Так говорят. Это то, что пониже спины. Мы смотрим на огонь и пьём водку с клюквенным соком. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Вспоминая я. Гужи! Гужи! Орёт Антон так, что у меня водка расплёскивается. Теперь он взял верх. А Янису? Завидно. Оглублено месте пристёгиваем вожжи, и лошадь запряжена. Теперь чем лошадь накормить? Овёс, сено, клевер мы вспоминаем без запинки. Но вот что это за трава, которую сеяли на культивированных лугах с крепким стеблем и зелёным валиком на конце? Душистая такая вся комната наполняется памятным запахом. Но слово, слово... Напрасно мы глядим на огонь. Язычки пламени ещё подрагивают на ребристых углях, как хвостики. А по краям уже проступает серый пепел. Жду, что Янис с Антоном сейчас вспомнят какие-нибудь старые грехи и поссорятся. Но нет. Тишина горестная, тяжкая. Около двенадцати Янис встаёт. Говорю. Оставайся ночевать. Ты много пил ещё. Какое несчастье случится? А Янис. А Янис. Это, мол, и будет настоящее счастье. И уезжает. Антон уходит наверх в спальню. Я остаюсь. Выношу посуду на кухню. Мою. Наверх не иду. Лежи там в кровати. Притворяйся, будто спишь. Когда вовсе не спишь. И мы оба знаем, что не спим. Лучше уж сидеть на кухне, довязать Антону ко дню рождения тужурку. Всё, что угодно можно найти в Америке. Вот только вязаной тужурки не найдёшь. Зелма из Коннектику-то своему связала. Опять-таки, сперва связала, потом слово вспомнила. Так он, говорит, не нарадуется. Ходит в ней по саду, по дому, не снимая. И я вижу Антону. Это у него будет первая в жизни такая тужурка. Он тогда был ещё молодой. Молодые тужурок у нас не носили. Тужурка полагалась крестьянину посолидней. А здесь она, опять же, не в моде. Ну, так мне казалось. А как увидел на Зелмина мужа, до чего ему идёт. Решила и своему связать. Чудно. Поначалу мы старались быть, как все, гнались за американцами. А теперь? Ничуть. Сумела бы смастерить, носила бы по столу. Пусть дивятся. Две лицевые, две изнаночные, две лицевые. И тут словно шепнул кто-то. Ти-и. Свистящим таким шепотом. Знаю, что некому здесь быть. А всё же поднимаю голову, смотрю, прислушиваюсь. Шерстяная нитка скользит по пальцу. Ти-и. Снова сипит тихий голос, будто настаивает на чём-то или спрашивает. И ответ за мной. А что ответить? Не знаю. Ти-и. Пожалуй, это нитка. Укладываю вязание в корзинку. Щемящая такая тревога, как перед грозой. Хотя грозы не будет уж, я-то знаю. Ах да, надо выпить сахарной воды. Это успокаивает. С детских лет меня от нервов сахарной водой пользовали. Не сравнить их с таблетками. Те сперва обуты и помогают, а потом человек ходит, сам не свой, таки свихнуться недолго. А ложка, размешивая сахар, напоминает Ти. Напоминает или спрашивает? Что-нибудь не доделала? Но я со своей дырявой головой всё записываю, потом отмечаю птичкой. Но бумажки против всех дел и надобностей проставлены галки. Сверху донизу. Дверь? Гараж? У двери и гаража не может быть ничего общего с этим Ти. А я всё-таки иду, проверяю. Да, Антон всё замкнул, он дотошный. Что же ещё-то? А у других как? Их тоже одолевает страх в собственном доме, сколько не внушая себе, что все двери на запоре. Опасности ниоткуда никакой. И всё равно жуть леденит сердце и деться некуда. Ведь это из чужого дома можно сбежать к себе. А куда бежать, если страх у тебя в доме? Невидимый? Неведомый? И может, это из чувства самосохранения ты вдруг перестаёшь узнавать свой дом, будто ты в чужой квартире. Вот-вот откроется дверь, придёт хозяйка и спросит. Ти? О, Господи, ну что я за идиотка? Никому не рассказать. В своём доме, в своём собственном доме не смею оглянуться на дверь, крадусь по лестнице и дрожу. А вдруг сзади кто-то сейчас как схватит? И какое облегчение услышать дыхание Антона. Теперь уже ничего не может приключиться. Стоит тихонечко прилечь рядом, словно веришь, будто он спит. И притвориться, что засыпаешь тоже. И всё опять хорошо. Ти? Надо же, не помогает. Это ти требует продолжения. Продолжение-то есть. Я даже чувствую, что четыре слога. Но какие? Какие? Антон спит, отвернув голову. Раздеваясь в темноте, сколько уж её есть по ночам при нашем девелопменте. И залезая под одеяло тихонько, будто Антон и в самом деле спит. И не надо, ох, не надо было идти наверх. Положишь голову на подушку, закроешь глаза и совсем спасу нет. Жалкий звук этот ти. Не звук даже, ведь звука вовсе нет. А чувство такое, будто беда стрясётся. Если не угадаю, почему ти и что это ти от меня хочет, забывая правильно дышать. Ты не спишь? Спрашивает Антон, и касается моего плеча, а я в слёзы. Ой, Тимоти! И бросаюсь к нему на грудь, и в тот же миг обмираю. Холодная злоб, пробирает всё тело. Как я его назвала? Антон медленно отводит меня на длину своей руки и так чудно глядит. Не вижу, как глядит, но всей кожей чувствую, как. И ничего не говорит. Это ничего не говоренье длится целую вечность. И потом так же медленно поворачивает ко мне спину. И что мне теперь сказать? Что мне ему сказать? Что знать, не зная никакого Тимоти, и в жизни не знала, и вообще не изменяла ему? Роберт, не в счёт. Мальчишка, возраст был такой, как кнедук, и ничего ведь не случилось, что можно назвать супружеской неверностью. Мечты только и всего. А кто на своём веку не мечтал, бог ты мой, если бы за это казнили? Я же тогда как в дурмане ходила, а ни разочка не проговорилась. Антон, слава богу, ничего не узнал. Можно бы сказать. Послушай, Антон, когда у человека что-то на уме, он остерегается. Всегда настороже. Будь у меня какой-нибудь Тимоти. Ни в жизни не назвала бы тебя, Тимоти. Но это выйдет оправдание. А кто оправдывается, тот виноват. Известное дело. Тут ещё судорога в ноге. Даже не судорога, а прямо... Ой, спазм подступает из-под боль с зла. Вредно. Сейчас нога согнётся, потом разогнётся, на миг отпустит. Опять сведёт, скрючит ногу. Антон знает про мою судорогу уже сколько лет. А мне до сих пор стыдно перед ним. Я краснею в темноте, стискиваю зубы, сопротивляюсь. Ой, изо всех сил да попусту. Я согласна на любую боль. Боль можно при желании всё-таки скрыть. И Антон ничего бы не почуял, но скрюченную ногу её не скроешь. Ясно. Заметил. Видимо, счёл, что это в наказание за Тимоти. Оттого и вправду засыпает. Теперь уже совершенно точно. Потому что во сне он причмокивает. Сам он этого не знает. Вот и надеется меня провести ровным дыханием. Чудак-человек. Теперь нога может дёргаться, сколько влезет. Так нет. Отходит. Делается легко, как в детстве, после порки. Когда все невзгоды позади, розга своё отсвистела, мама больше не приговаривает. Вот тебе, вот тебе, чтобы знала, как пускать коров в Тимофеевку. Постой-ка. Чтобы знала, как пускать коров в Тимофеевку. Стебли со светло-зелёными валиками на конце звонков вздрагивают на ветру и пахнут так, что дух занимается. Я хватаю Антона за плечо и трясу, трясу. Я говорю, Тимофеевка, Антон, Тимофеевка, Тимофеевка. Чего? Грубо отталкивает меня Антон с просонья в другой раз. Я бы расплакалась и не прощала, пока не повинится. А сейчас смею себе. Тимофеевка, трава это, зелёный валик. Тимофеевка. Ну и что? Ага, не доходит. Антон не может сразу очнуться. Не спит, не спит, а уж заснёт, так не добудешься. Злится, как мальчишка. Видимо, великих трудов стоило матери когда-то растолкать его на заре, чтобы шоу коров пасти. Тимофеевка. Тимофеева трава, говорю. Что лошадям дают? Всем травам трава. Из-за неё и назвала тебя Тимоти. У меня в голове всё Ти да Ти да Ти. Антон, ты помнишь? Он проснулся. Он помнит. Ещё и то, как мы, тогда и полгода не прожившие вместе, шли мимо намёта отцовской Тимофеевки. Да не прошли. Нет, не намёт, это называется как-то по-другому. Не буду сейчас думать. Антон, я принесу вина, и мы выпьем вместе, как полуношники, ладно? И я приношу вина обоим по рюмке. Это хорошее вино. И мы всё-таки съездим. А? Хоть один разок. И он не говорит «нет». На латышском языке опубликовано в сборнике «Стасти» рассказы рижского издательства «Лиесма» в 1979 году. В русском переводе опубликовано в заборнике «Современный латышский рассказ» составитель Виола Ругайс. Рига Лиесма, 1983 год.